В шестой соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио будут разыграны 17 комплектов наград. Российские спортсмены 29 июля поспорят за медали в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и дзудо. Плавание. Начнется очередной день Олимпиады в бассейне. В заплыве на 200 метров брасом у мужчин за медали будет бороться действующий чемпион и рекордсмен мира Антон Чубков. В дисциплине на 100 метров вольным стилем главным претендентом на золото является Климент Колесников, который с рекордом выиграл полуфинал, опередив своего основного соперника Колеба Дресела из США. Светлана Чимрова выступит в финале на 200 метров боттерфляем, а Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова попытают удачу в женской эстафете 4х 200 метров. Спортивная гимнастика. Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, завоевавшие золотые медали в командном многоборье, постараются повторить успех в личном первенстве. Ангелина, лидер наших гимнасток. 21-летний уроженка Воронежа по праву претендует на золото. Ранее фаворитка индивидуального многоборья Симона Байлс из США снялась с ревнований из-за психологических проблем. Вместо нее выступит Джейд Кэри, которая в квалификации была лишь девятой. Следить за выступлением российских гимнасток в прямом эфире можно будет на медиаплатформе «Смотрим». Начало, в 13.45 МСК. Фехтование. Инна Дереглазова, Аделина Загидулина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова начнут свой путь к медалям в командной рапире. В четвертьфинале россиянкам будут противостоять соперницы из Египта. На последнем чемпионате мира 2019 наши фехтовальщицы в данной дисциплине взяли золото и сейчас также считаются претендентками на награды высшего достоинства. Дзудо. Накануне Мадина Таймазова, завоевавшая бронзу в весовой категории до 70 килограммов, принесла российскому дзудо первую медаль на Олимпиаде в Токио. Сегодня принести еще одну награду сборной ОКР в этом виде спорта попробует двукратный призер чемпионатов мира Ньяс Ильясов, до 100 килограммов, и Александра Бабинцева, до 78 килограммов, завоевавшая в 2018 году бронзу на первенстве планеты. Соревнование под зудо в прямом эфире покажет медиаплатформа «Смотрим» и телеканал «Россия-1». Начало – в 10.55 МСК. Теннис. Российский теннисист Карен Хачанов в четверг поспорит с французом Угумбером за выход в полуфинал турнира. Этот матч также можно будет бесплатно посмотреть на платформе «Смотрим» – «Начало» – в 9 часов МСК. Позднее Данилу Медведеву в четвертьфинале будет противостоять испанец Пабло Кареня Буста. Победители этих двух матчей в пятницу встретятся в одном-двух финала. Таким образом, если свои матчи выиграют и Карен, и Данил, то они гарантируют нашей национальной команде медаль. Напомним, после пяти дней российские атлеты с 23-х наградами, 7-10-6, занимают четвертое место в неофициальном командном зачете. Выше россиян только американцы – 11-11-9, китайцы – 12-6-9, и японцы – 13-4-5.